Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами год назад здесь, чуть больше, чем год назад, 30 августа 2013 года, обсуждали задачи гражданского судостроения России. Нарассмотрели конкретные проекты, призванные существенно укрепить положение этой сложной и высокотехнологичной отрасли. Сегодня предлагаю вернуться к одному из таких проектов, а именно к созданию Дальневосточного центра судостроения и судоремонта в Приморском крае. Хотел бы вновь отметить, что выпуск современных, конкурентоспособных судов имеет особое значение для страны. Это не только показатель технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и серьёзный стимул для роста смежных отраслей и поставщиков. Знаем, что это такое – машиностроение, металлургическая промышленность, сектор прикладных научных разработок. Судостроительный класс страны на Дальнем Востоке должен стать крупным производственным центром, который будет выпускать и обслуживать суда разных классов, прежде всего для нашего внутреннего рынка. Такой запрос со стороны отечественных покупателей есть, а значит, новые судостроительные мощности будут востребованы. В планах ведущих нефтяных и газовых компаний России дальнейшее освоение шельфовых месторождений Дальнего Востока и Арктики год за годом будет расти значение Северного морского пути. Мы с вами об этом постоянно говорим в последнее время. И, конечно, действующий гражданский флот России также нуждается в обновлении. Всё это подразумевает большой объём заказов на надёжные современные суда. И принципиально важно, чтобы в борьбе за эти заказы на ведущие роли выходили именно отечественные верфи, чтобы масштабные проекты в сфере ТЭКа на транспорте загружали мощности российских, а не зарубежных предприятий, чтобы именно у нас росла необходимая компетенция, платились налоги и создавались рабочие места. При этом наши судостроители, конечно же, должны предложить по-настоящему качественный продукт. Лучше, чем предлагают зарубежные их конкуренты, лучше, чем зарубежные аналоги по своим характеристикам, по цене, по скорости строительства и по скорости качеству ремонта судов. Нужно использовать опытные наработки российских судостроителей в производстве буровых платформ, геологоразведочных судов и снабженцев судов ледового класса. Эти конкурентные преимущества необходимо воплотить в реальные экономические эффекты, эффективные проекты. Напомню, что верфь в Большом камне, о которой мы будем сегодня говорить, строится по сути с нуля. Её первую очередь планируется завершить в конце 2016 года. Хочу при этом отметить, что полного цикла создания судов здесь не было раньше, поэтому нужны новые производственные компетенции и обучение кадров. И это, безусловно, принципиальный вопрос, во всяком случае один из принципиальных, характерный не только для Дальневосточного центра судостроения, но и для всей отрасли. Имею в виду острую нехватку специалистов, причём на всех уровнях, и рабочих, и технологов, и инженеров. К сожалению, отсутствуют современные системы корпоративного и проектного управления. Здесь нужен системный подход – от воспитания нужных кадров до создания инжиниринговых центров и решения многих социальных вопросов. Там, где это необходимо, нужно перенимать и зарубежный опыт, разумеется, входить в технологические альянсы с ведущими мировыми производителями. И в завершение хотел бы вновь напомнить. Сегодня в российском ТЭКе на транспорте запускаются масштабные проекты. И наши планы по вводу новых судостроительных мощностей должны быть синхронизированы с инвестиционными программами крупнейших российских компаний-заказчиков. Именно поэтому в развитии Дальневосточного центра судостроения активно участвуют «Роснефть» и некоторые другие наши компании. У них есть серьёзные планы по загрузке верфи в части выпуска нефтяных платформ и производства судов снабжения. Я рассчитываю сегодня услышать мнение и других крупных структур относительно возможности заказов на российских верхах, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке.